Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джонни Паппетт! Мы сегодня продолжим играть в симулятор охотника. Так, 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 сейчас, секундочку, давайте посмотрим, что же... Давайте залезем в наш компьютер и посмотрим, что у нас есть. В общем, денег у меня 262 доллара, престиж у меня всего лишь второй, заработан 1970. Так, в почте, в почте у нас есть заказ один. Нам изучают... Нам... Здравствуйте, говорят. Изучая историю этого региона, наши исследователи обнаружили старое письмо, описывающее шлем Пикельхельм, спрятанный где-то на территории этой местности. После тщательного изучения мы полагаем, что нашли фотографию. Смотрите приложение к этому письму, на которой... Изображено место, где спрятан шлем, если вы... Так, ну, в общем, ребятки, давайте посмотрим фотографию. Это где-то, где-то, где-то я видел сарай. Хорошо. А, подождите, давайте его принять. Возьмем задание принять. Все, у нас есть награда. Ой, награда, в смысле задание. И смотрите, в общем, у меня второй престиж и денежек 262 доллара. Что мы можем купить? Мы можем купить... Я бы взял бы за 170, но откроется на престиже третьем. Если мы... До третьего престижа еще, знаете, сколько? 9300. Ну, не 9300, а 80 копейки. Ну, ладно, давайте купим вот этот франк из Агу 200. Та-да! Все. Детектор Экиперон. Ура! Ребята, у нас новый детектор! Можно нас поздравить? И коллекции давайте, наверное, продадим. Хотя нет, пускай тут лежат. Это вот я ходил, искал тут пуля. У меня монеты, ключики, игла-игла-игла. В общем, всякая дребеденька. Так. Ну, а мы отправляемся на Баварское озеро. Искать шлем! Уху! Ребята, нас привезли на Баварское-Баварское озеро. Нам надо найти, знаете что, да, шлем, ребята, шлем. Но по той картинке, которая у нас есть, мне кажется... Так, подождите, нет, не рюкзак. Подождите, подождите. Заказы. Шлем. Так, приложение еще раз посмотрим. Я думаю, он находится где-то на верхушке, да? На верхушке, вон, на самой верхушке, где мы бегали с вами вчера. Ну, не вчера, в смысле, в следующем, в предыдущем видео. Так. Какое красивое озеро. К сожалению, довольно-таки высоко и глубоко. Так. Хорошо, ребята, давайте, наверное, отправимся. Ну, по дороге мы, конечно, поищем совсем-совсем чуть-чуть, немножечко каких-нибудь штукенций. У нас же теперь новый детектор. Ну, имею в виду, штукенцы я имею в виду, конечно же. Клад. Клад, 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 клад. Ну-ка. Ага. Так, 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 так. Где-то все. Ага. Во-во. Вот здесь. Отлично. Что у нас там? Сколько копать будем? В прошлый раз мы три раза копали. Смотрите. Раз. Два. Три. Что это такое? Нож? Хм. Непонятно. Металлический крюк. Давайте распознаем. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Длинный узкий кусок металла, заостренный с одного конца и загнутый с другого. Крепился к стене для подвешения вещей. Хм. Тринадцать долларов. Заберем. В общем, ценность у нее не такая прям супер ценная. Но. Давайте сразу побежим, наверное. К нашим домикам. К нашим домикам искать. Искать шлем. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, что такое? А, это клевер. Кстати, вот. Просто я фотографирование, как бы здесь, не вижу смысла, кроме как задания, если просто фотографировать. Да, здесь, конечно, красивости красивые. Красивости красивые. Так. Что у нас? Раздался звук. Ага, мимо куда-то пошли. Так, 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 так. Где-то рядом с берегом. Ага. Вот. Так, не здесь. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот здесь где-то, ребята. Вот. Ой. Оса. Ага, вот. Я же говорю, где-то рядышком. Нам помогала оса. Она всему иной. Так что, ребята, смотрите. Он все равно три раза копает. Что это такое? Независимо. Хотя, в принципе, они и на мелкой глубине. Ну, посмотрим. Головка молотка с круглым бойком. Давайте распознаем. Это какая-нибудь опять 17-го или 18-го века. Головка молотка с круглым бойком. Изготовлена из кованой стали с высоким содержанием углерода приблизительно в 1950-х годах. Молоток с круглым бойком. Одна из разновидностей молотков для чеканки, используемой при работе с металлом. Его легко узнать. При... По шарообразной головке со стороны. В общем, сойдет. Берем все. Все забираем. Мы же с вами кладоискатели. Да? Так. Где-то у нас около двери должен быть шлем. Хм. Значит, нам нужно просто побыть... Порискать... Поискать... Рядом с дверью. Чтобы раздался сигнал. Такой пипи-пипи-пипи-пипи. И все. Мы тогда должны с вами найти шлем. Правильно? Так. Ну что-то я тут его... Не замечаю. Так. Что застрял? Эй. Я застрял между деревьев. Вообще-то, как бы здесь проход большой. Странно. Почему-то меня не пролез. Так. Ну тут тоже пусто, ребята. И тут пусто. Остается вот эта дверь. Да, я все-таки думаю, что это где-то наверху. Потому что... Эй. Ага. Вот здесь. Нет? Хм. Нет. Здесь шлема тоже нет. Хорошо. Давайте отправимся на самый верх и посмотрим. Может быть, все-таки... Что-то там похожее будет. И наш детектор все-таки сработает. И мы раскопаем там шлемы. Нет? Осталось совсем чуть-чуть. Да, шлем, наверное... Нам дадут задание. Тысячу... Тысячу престижа. Ого. Так. Где-то рядышком что-то запиликало. Конечно, здесь не шлем. Но ради интереса можно... А. Видите, как я прям... Точно. Вот. Точно прям. Определил место раскопок. Та-дам. 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 Что там такое? Опять такая штукенция? А-а-а, ребята. Одни молотки. Давайте распознаем. И, конечно, сразу же его заберем. Тот же самый кусочек молотка. Тоже. И опять ты пиликаешь. Ладно, это мы потом разберемся с пиликанем. Давайте уже поближе к заданию. Так. Угу. Ты пикать будешь? Может быть, с этой стороны? Да, ребятки. Да-да-да-да-да-да. Вот на этой стороне где-то шлем. Шапка. Мономаша. Да нет, шучу. Ты достал уже со всех шапкой. Мономаха. Но. Шлем, шлем где-то. Где-то вот здесь вот. Ага. Вот-вот-вот-вот-вот. Отлично. Молодец. Сработало. Давай, копаем. Раз, копать. Два, копать. И три, копать. Что? Ух ты! Вот это да! Ребят, у нас находка. Вот это красота. Вы посмотрите. Сейчас мы его распознаем. Время создания. Подождите. Красивый. Посмотрите, какой красивый шлем, да? Так. Так. Время создания 1889 год. Это остроконечный шлем, так называемый Пекинхельм, принадлежащий баварской армии, о чем свидетельствует сынковая эмблема. Придуманный в 1842 году русским королем. Так, это понятно. Изначально он был разработан для прусской пехоты. Однако шлем быстро завоевал популярность по всей Германии. Ну, в общем, да. Тут можно почитать описание. В общем, смотрите, у него... Это тип легендарная. Редкость он исключительная. Состояние хорошее. Ценность он бесценен, ребята! В принципе, его можно забрать. Так. Ну все, мы с вами задание сделали. Можно, в принципе, вернуться. Я думаю, что здесь, кроме гвоздей и каких-то других ценностей, молотков, мы навряд ли что-то найдем более дорогостоящее. Потому что, как бы, на данный момент это был только шлем. Ну, сейчас, еще разочек, если сейчас найдем что-нибудь такое, наш детектор сработает. Самое забавное, я вниз спрыгаю, а наверх не могу. Это огорчает. И тебе перепрыгнуть. Не могу препятствия. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, 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 быстрее. Ну что-нибудь, ты сработаешь где-нибудь? Э, где весь клад? Я же тут ношусь с металлодетектором. Вот ты прав, в чем проблема? Ну ты, как красиво, да? Здесь, наверное, сидят. И смотрят на красивую природу. Странно, странно. Но ничего. Ага, сработало. Так. Не сюда. Сюда. Ага. Во-во-во-во-во-во-во-во. Пошли, пошли, пошли. Так, так. Ага. Вот, где-то вот в этой пучке. И. Ага, вот здесь. Не получится копать отсюда. Да подождите, сейчас все получится. Просто я выбрал не тот ракурс. Ты будешь сегодня копать, нет? Хорошо, давайте поменяем позу, позицию. И пойдем сверху. Вот. Отлично, отлично. Раз копаем, два копаем, и копаем. Ну, ребята, я же говорю, у нас здесь молотки. Так что распознаем и сразу возвращаемся в наш кабинет. Ух ты, тут правда это другой, другой. Стальная головка молотка. Так, давайте вернемся на наш кабинет. Посмотрим, что мы там сами насобирали-то. Ту-ру-рун, ту-ру-рун. Так. Коллекция. У-у-у. Думаю, вот это продать надо все барахло, потому что оно нам не нужно. Все эти ядра. Ядра, иглы, это все как бы не нужно. Нужно собирать вот редкость. Видите, исключительная написано. У-у-у. Типа легендар. Фу, думаю, я его продал. Типа легендарный. Интересно, если он бесценен, то... Что с ним можно делать? Продать? Я боюсь его продавать. Не знаю. Ладно, посмотрим дальше, разберемся. И у нас новых два заказа. Пикельхельм и глобальные приключения. Найти сокровищ на территории Гадерской долины. Награда три престижа тысячи. Так, и вот здесь вот. Доброе утро. Мы получили от Института археологии первый отчет о проделанной работе. Мы бы хотели бы вас поздравить с нахождением Пикельхельма и отметить, что следуя завещанию сэра Ричарда Клепертона, все найденные вами исторические артефакты будут оставаться у вас до завершения дела о наследстве. Ух ты! Все связывающиеся с вами организации были оповещены. Об этом мы согласились следовать условным завещаниям сэра Ричарда. Приятного дня. Так, ребятки. Я понял. Окей. В общем, то, что... Найти кратчайший путь через горы. В общем, нам открылась новая локация. Называется... Долина в Словакии. Ух ты! Стоимость поездки 50 долларов? У-у-у! Вот это да! Хорошо, давайте тогда возьмем... Вот это задание, глобальное приключение. Найти сокровище на территории Гадерской долины. К сожалению, на данный момент у нас ничего нет в этом районе, где вы сейчас находились, но мы можем предложить вам задание неподалеку. Хорошо. Ладно. Так. Все, долина... Все, в общем, взяли все задания и отправляемся. Может быть, что-нибудь довыполним. Ух ты! Вот это да! У нас новое место. И опять сторожка, будка, да? Давайте, наверное, откроем карту, посмотрим, что у нас на карте происходит. Так, а мы где? А мы вот здесь вот. Ого! Опять у нас карта непонятно какой формы. Эй! Хорошо. Но нам-то 3000 престижа надо, да? Нужно же! Но вид, я вам скажу, просто... Красивый. Вы посмотрите на этот лес. Ммм... Как он тормозит! Да не, шучу, конечно. Ну, так вот. Так. Раз мы здесь, то давайте... Сразу опробуем наш... Так. Наш детектор в деле. Ага, вот здесь вот. Опа. Опять какой-нибудь гвоздь, нет? Раз. Два. Три. Что там мы нашли? Что это такое? Перо? Наконечник от копья? Наконечник обычно был застрелён и крепился к концу стрелы. Совет сделать я более с летоносным оружием. Да? Да, да, да. Забираем? Забираем, конечно. Это... Обычная, скажем, вещь. Но лес здесь какой-то... Это сосны? Кедровый. Кедровый какой-то. Ели и всё в таком духе. В общем... Йоу. Типа как-то так. Что у нас здесь? Так, это у нас мост. Да, ребятки, территорию придётся эту разведать... Очень и очень шустро. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ух ты, я забираюсь по горке. Вот это да. Вот это да. Это, наверное, какой-то найти короткий путь. Умный в гору не пойдёт. Умный в гору... В гору обойдёт. Но мы зачем-то в гору пошли. Мы пошли, пошли. И пришли. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так. Ну, детектор, срабатывай. Шкала какая-то у нас незаполняемая, да? Так, тут врезался в столб. Так. Вот-вот, где-то здесь. Прям под вот этой штукенцией. Что-то я тут запутался. Ну-ка. Нет-нет-нет-нет. Ага, вот. Как я? Как я прям точно? Точно-точно в цель. Что у нас? Два. Три. Опять молоток. Ясно. Всё. Идём выполнять задание. Мне хватит тут заниматься раскопками. Ребята, идём выполнять задание. Опять у нас этот... Боёк. Головка молотка. Посмотрим, что у нас там? Что у нас? Задача. Даже тут задача выполнилась? Найти кратчеший путь через горы. Я нашёл. Так. А, найти сокровище. Ну, если это сокровище, хорошо, ребята. Я понял. Молоток это сокровище. Ммм. Ну, с одной стороны, да, конечно. Это же... Есть сокровище? Она же старинная. По-моему, я такое уже говорил. Так. Мы отправимся через красивый-красивый лес. Вы посмотрите, как он пестрит. Тан-тан-тан-тан. Так. Куда-то пошёл не в ту сторону. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вниз, вниз, вниз. Так, понятно. Это, я думаю, находится где-то... Мероприятие всё... Вот здесь вот. Нет? Ну, давай уже. Хоть что-нибудь-то найдёшься или нет? Чё-то как-то не везёт мне. Ладно. Пойдёмте выше, дальше. Идём... Да, ребятки. Красиво это место. Даже красивее, чем Баварское озеро. Так. Детектор заработал. И где-то здесь у нас на проходе... Будет закопан! 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 Молоток. Наверное. Ну-ну-ну-ну. Так, ушёл. Ушёл от локации. Ушёл от места. давай уже будешь срабатывать долго это было очень долго это сообщать молодка нет это какой-то ключ разводной штуки ну да старый молоток или что-то от него осталось ребята ну конечно же это локация молотков остатки старого стального молотка используешься для работы по дереву и бытовых нужд вероятнее всего это находка относится к началу 20 века будучи распространенным и относительно современным инструментом он не представляет собой ценность стоит 13 долларов но мы его заберем так он он тоже он тоже засчитался как реликвия скажем так старая древняя я ориентируюсь на индикатор который заполняется правом углу так так отлично нашли нашли раскопать 2 копать 3 копать мы сейчас сейчас ну давай уже что-то там темнота какая-то что там за темнота виталлический крюк по моему крюк у нас уже был до крюк у нас был я знаете что думают чем мы его сразу заберем вещи выпадают наверное в ямах скажем так и это зависит от того какой у нас инструмент добычи я так думаю дело потому что сначала были гвозди на первой локации когда мы ходили с обычным инструментом сначала были гвозди после гвоздей когда мы обновили вот этот детектор стали появляться молотки даже только молотков то ты какая-то заброшенная территория тут раньше что-то было наверно ну к сожалению ничего тут воду нельзя воду нельзя никакого уклада здесь нет обидно я вообще лазю по какому-то лесу непонятному и детектор не хочет даже на секундочку сработать чтобы обрадовать меня каким-нибудь найденным и все да ребята все я наверное застрял да да я застрял ну я думаю я сейчас отсюда же не выберусь потому что прыгать он не прыгает к сожалению но вид посмотрите это хоть и дергаться вид красивый наверное придется вернуться свой личный кабинет потом заново идти потому что давай выбирайся отсюда их нет не хочет ну я думаю на этом видео мы закончим и продолжим уже следующей серии самое главное самое главное то что мы нашли шлем вы были в канале джонни папе не забывайте подписываться пишите комментарии ставь лайки в общем все как всегда всем пока пока